друзья всем привет хотел бы рассказать вам о заработке на вендиинговых аппаратах по продаже жвачек и игрушек в данной сфере я уже работаю три года и могу сказать что этот вид заработка не так уж и плохо как о нем говорят в интернете в интернете в основном натыкаясь на видео как люди прогорают в данном бизнесе либо выручка маленькая либо наоборот у людей налички нету все на картах находится вот хотел бы развеять эти слухи если захотеть в данной сфере можно очень хорошо зарабатывать все зависит от финансовых возможностей данный бизнес можно хоть с 5000 начинать самое главное это найти дешевый аппарат чтобы быстрее купиться и чем больше у вас будет торговых аппаратов тем соответственно вы быстрее будете зарабатывать и больше и быстрее купить данный вид бизнеса удобен тем что его можно совмещать с основной работой так как вашего участия потребуется совсем немного именно вам нужно будет раз в месяц хотя бы ходить инкассировать данные аппараты и в течение месяца ходить смотреть исправность самих аппаратов потому что бывают случаи когда недобросовестные подростки могут забивать монетоприемники всякой ерундой и если этого уровня не исправит то и выручки у вас будет немного в самом начале своего бизнеса я приобрел одну стойку с четырьмя колбами возможность лучше конечно приобретайте бу автомат так как сроки окупаемости у вас значительно снизится ну так как у меня не было возможности найти бу автомата мне пришлось заказывать новые первая моя точка обошлась мне около 30 тысяч рублей это с учетом того то что я заказывал новые аппараты и наполнитель соответственно когда я произвел первую свою инкассацию с данной точки я был приятно удивлен я заработал аж 5 тысяч рублей с вычетом аренды соответственно это были мои первые достижения в данном бизнесе и конечно же я хотел больше после чего мне захотелось расширяться и уже у проверенных поставщиков я заказываю еще аппарата на одну точку нашел место договорился об аренде но арендодатель к сожалению жадный попался место не сильно проходимое было находилась возле общак и целевой аудитории детей было не так уж и много но решил попробовать и в итоге в первый же месяц я не задумываюсь убираю ну после первой же инкассации я не задумываюсь убираю данные аппараты с этой точки так как прибыль была очень маленькая но аренда достаточно большая арендодатель дальнейшем вообще планировал завышать аренду за каждый месяц но прежде чем убрать аппараты с данного места я прошелся по некоторым местам нашел новую локацию и уже договорился размещение данных аппаратов новых новом месте после чего уже переместил с этой точки на новую данная точка новая была достаточно прибыльная я аж ходил каждыми днями после работы и проверял аж каждые колбы был у меня наполнитель но он как бы сейчас есть это браслеты силиконовые на руку данная игрушка настолько хорошо покупалась что когда я проходил приходил на точку у меня аж почти половина колбы было пустой то есть настолько хорошо они покупались в день бывало одна только колба с именно с этими игрушками с браслетами приносила мне 700 рублей но это правда рекорд был который я помню именно 700 рублей 70 игрушек получается за ним продалось каждый день в итоге я приходил на эту точку и забирал деньги а уже в конце месяца посчитал свою прибыль с данного места и был достаточно сильно удивлен потому что за месяц я заработал аж 17 тысяч 60 рублей и за второй месяц я заработал 17 тысяч семьсот десять рублей то есть получается я за два месяца почти я купил одну из точек в последующем конечно данная выручка упала аж два раза за три года это были наверное самые ну не наверное это были самые выгодные месяца больше такой выручки вообще ни одна из пяти точек которые у меня на данный момент имеются не приносили мне таких результатов за три года я заметил то что когда вы размещаете данные аппараты в каком-то месте в принципе ну не имеет значения у вас достаточно хорошо покупает наполнитель это первый месяц либо два так как у детей я так понимаю интерес появляется к данным аппаратом они достаточно часто доходят крутят эти аппараты интерес какой-то и в итоге уже после месяца в двух дети перестают в общем так часто приходите выручка соответственно становится меньше ну как на моем опыте выручка там практически в два раза ниже становится по поводу сроков окупаемости данный вопрос будет зависеть напрямую от того в каком месте у вас находится аппарата у меня на данный момент пять точек и каждая точка достаточно сильно отличается по проходимости везде доходы в месяц тоже неплохо отличаются для наглядности каждый месяц я буду выкладывать по пять видео с каждой точки и будем смотреть показатели по которым будем смотреть за сколько может окупиться данная точка так что если вам интересен данный вид бизнеса переходите на мой канал и подписывайтесь будем есть следить за результатами если рассматривать мою ситуацию мои аппараты учитывая что они все приобретались новыми так как не было возможности где-то найти бу и на данный момент тоже нет найти бу поэтому если я буду расширяться то буду заказывать именно новые вот у меня данный аппарат окупились аж спустя два года восемь месяцев но на данный момент у меня две точки с шестью колбами и три точки с 11 колбами но некоторые не колба с головами говорят кому как удобно также за этот период были случаи когда на каких-то точках выручка была равна плате аренды конечно приходилось искать новые более проходимые места по поводу размещения торговых аппаратов но как у меня был случай через знакомых мне удалось поставить аппарат с двумя колбами в небольшом ларьке в деревне вообще ставить принципе не особо туда хотел так как думал то что но деревня не так много детей будет покупать но на тот момент у меня как бы было несколько не задействованных копы чтобы им не простаивать дома в итоге решил их куда-то задействовать в итоге спустя полмесяца мне продавщица такая звонит и говорит то что одна из колб пустая ну я конечно удивился приехал ну посмотрел увидел то что одна реально полностью пустая ни одной игрушки не было и что там у меня во второй колбе получается еще жвачка продавалась но ты там она тоже практически наполовину была пустая но я засыпал наполнитель и уехал в итоге в конце месяца приезжаю и после инкассации с двух коп я аж ну я проинкассировал 6000 вот как бы но это настолько хороший результат был учитывая что это было в деревне в деревне получается с двух коп 6000 проинкассировал когда у меня только в городе с четырех или шести коп только выходило по две-три тысячи в дальнейшем мне таком вне эти аппараты приносили не меньше двух с половиной тысяч рублей но как бы простояли они у меня там всего пять месяцев так как директор магазина сказал что у нее теперь плохо наполнители покупается из-за моих аппаратов и поэтому мне пришлось убирать аппараты искать новое место несмотря на то что это была деревня которая даже не хотел ставить аппараты продажи шли лучше чем у всех . в городе с двух копинкассировал столько же как в городе с четырех или шести коп так что прежде чем размещать свои аппараты убедитесь много ли детей вашей целевой аудитории так сказать будет проходить мимо ваших аппаратов по поводу доходов в среднем я на своем примере соответственно буду рассказывать среднем за месяц с пяти точек я зарабатываю от 18000 до 25000 был конечно у меня один раз рекорд это было летом я заработал чуть больше чуть больше 30 тысяч рублей но это был прям рекорд такой в основном среднем у меня 20-25 как бы уходит делал вот этой вот сумма за январь 2022 года я заработал 25 тысяч рублей но это учитывая еще эту ситуацию то что у меня есть одна . которая достаточно далеко находится и я там не инкассировал три месяца и после инкассации за три месяца я оттуда проинкассировал 9000 это уже с вычетом аренда но ты если брать средний показатель то за месяц за январь 2022 года я заработал 19000 рублей вот получается уже с февраля буду делать фиксацию буду выкладывать видео в интернет напоминаю что каждый месяц буду проводить инкассацию в каждой точке и буду выкладывать видео с результатами на свой канал так что подписывайтесь на мой канал ставьте лайки если интересно данная тематика всем пока